МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Дом с вами. Я приветствую. Это официальный разговор. Сегодня у нас в гостях Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Каким будет урожай в этом году? Об этом говорим сегодня. Украинские аграрии собирают урожай. На полях выполнили треть запланированных работ. Первые 100 тысяч зерна уже намолотили. Фермеры убрали озимые, а это ячмень, пшеница и рапс. Из-за погодных условий уборочной работы в этом году фермеры начали раньше, чем в предыдущие годы. Первыми собрали урожай аграрии южных областей. Тарас, здравствуйте. Мы говорим об урожае этого года. Давайте разделим по территориям, по регионам. На юге и юго-востоке. Что сейчас? На юге и юго-востоке разные ситуации. Обычно, поскольку это степ, ситуация похожая. Но в этом году, если мы смотрим восток, очень хорошие результаты. Больше, чем среднестатистические. Если мы говорим Луганская область, Донбасс, Харьковская. Потом, Запорожье, Днепр, Николаев, Херсон неплохие. Действительно, там, где Одесская область, плохие результаты. Потому что там была засуха, не было дождей. И уже не смогла пшеница и ячмень возобновиться. Поэтому, в целом, результаты хорошие. Но только в Одесской области есть проблема. На Западной Украине, из-за того, что были паводки и сильные дожди, что там сейчас? Если мы посмотрим на площади, которые потеряны на Западной Украине, они несущественны в масштабах страны. Это около 20 тысяч гектаров. Когда мы понимаем, что на все посевные площади, под всеми сельхозкультурами, около 30 миллионов гектаров. На какую помощь от государства могут рассчитывать фермеры пострадавших регионов? Наверное, это, в первую очередь, Западная Украина и Бессарабия из-за засухи. Если мы посмотрим на Западную Украину, там действительно все-таки нет ферм, которые потеряли большую часть посевов. И там более-менее можно за счет других культур среднегодовой результат получить как минимум средний и уже рассчитывать на следующий год. Действительно, на Бессарабии потеряли около 80% посевов азимных. У нас была дискуссия с фермой на прошлой неделе, чтобы как минимум компенсовать необходимые деньги для уплаты налогов в местные бюджеты, уплаты второе полугодие и уплаты аренды селянам к собственникам паёв. Сейчас есть уже зарегистрированная законодательная инициатива в парламенте. Эта неделя пленарная. В том числе мы видим, что есть неочередное заседание парламента. Надеемся, что всё-таки удастся найти источник для этих денег, потому что их надо откуда-то забрать и эту инициативу принять. Сейчас дискуссия идёт каждый день буквально с депутатами. Каждый день будем информировать о результатах. Пока что есть инициатива, но она ещё не проголосована. О какой сумме идёт речь? Какую сумму денег нужно изыскать в бюджете? Если смотреть на полные потери, то это очень значительное. Это около 5-6 миллиардов гривен. Если смотреть о том, что необходимо для того, чтобы хотя бы сделать следующую посевную кампанию и уже потом возвращать с урожая 2021 года, как минимум программа «Минимум» такая, это от миллиарда до двух в зависимости от возможности бюджета. Фактически миллиарда — это минимум-минимум, а среднее — это хотя бы 2-3 миллиарда. Все расчёты есть в зависимости от возможностей бюджета и результата голосования. Тогда будет конечный фактический порядок приниматься, выплаты. Пожары в Луганской области. Обращались ли к вам фермеры с Луганщины за помощью? — К счастью, в большой части урожая не погибли в Луганской области. Опять же, это такая доля, которая всё равно потери, но она не критическая для тех фермеров. И в основном они средняя площадь на Луганщине больше, чем на Западной Украине одного хозяйства. Поэтому там с точки зрения земледелия не критическая. В том числе уже урожай начали собирать ещё в конце июня. Большую часть уже была собрана. Буквально на прошлой неделе вы презентовали концепцию господдержки агропромышленного комплекса. Это на ближайшие несколько лет. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за господдержка. Первая цель — сделать господдержку среднесрочной. То есть концепт на три года. На 2021, 2022, 2023 года. Чтобы можно было прогнозировать, планировать. Вторая цель — это увеличить существенно. То есть уровень господдержки увеличить. И зафиксированы следующие главные приоритетные сферы. Это агрострахование. Потому что, опять же, посох, потоп, пожар — это всё можно снять, если посевы будут застрахованы. Чтобы утвердить национальную программу агрострахования. Компенсировать стоимость, частично стоимость страхования с бюджета. Потому что по-другому оно неподъёмное. И следующую гаду — это реализовать. Агрострахование. Второй сегмент очень важен. Наступное финансирование. Стоимость кредитов для сельгоспроизводителей не должна быть больше 5%. Мы уже видим понижение. Но всё равно оно ещё сейчас. 12-15, будет, надеемся, 10-12. Наша цель — 5%. Всё свыше компенсируется. В том числе на покупку земель физическими лицами. Сколько у нас уже с июля 2021 года рынок земли для физлиц. Следующий очень важный сегмент — животноводство. К сожалению, у нас последние фактически 30 лет постоянное снижение поголовли. Для того, чтобы возобновить поголовье КРС. Близко около 4 миллиардов гривен. Есть несколько разных программ для мелких ферм, для семейных фермерских господавств, для средних предприятий. Животноводство в приоритете. И также поддержка фермерства как сегмента мелкого микробизнеса. В том числе новосозданных ферм и садоводства. Предполагает ли создание на государственном уровне какой-то программы орошения? Потому что была зима бесснежная. И очень часто мы зависим от погоды. И погода очень часто не дарит дождей. Орошение — это топ-приоритет не только сельского хозяйства, а в целом этого правительства на следующие года. Это вопрос не только Министерства экономики и развития сельского хозяйства. Здесь очень много стейкхолдеров. Поэтому есть понимание, что надо создать частно-государственное партнерство, надать возможность фермерам брать в владение или концессию инфраструктуру на местах. А государство должно инвестировать в главные каналы, насосные станции. Есть программа, мы хотим утвердить план мероприятий. Есть уже предварительные расчеты. Действительно, это очень большие инфраструктурные проекты с точки зрения реализации. Мы говорим о новых инфраструктурных проектах, то есть орошения как с чистого листа. Правильно я понимаю? Фактически будет микс, два сегмента, потому что есть возможность расширить площади подорожения о том, что было. Но есть некоторые территории, где уже все потеряно под ноль. Фактически надо возобновлять сначала. Если мы поделим, что раньше было около 2 миллионов гектаров подорожения, сейчас действует полмиллиона. С этих полтора миллиона половину, около 700 тысяч, можно возобновить фактически, модернизируя или немного инвестируя уже на местах. Половину надо фактически строить с нуля. Это разные подходы, будет разное участие частного капитала. Но это однозначно ключевой приоритет на государственном уровне. Инвесторов не планируете привлекать? Иностранных, я имею в виду. Опять же, в первую очередь планируется вовлечение отечественных инвесторов, а именно фермеров, сельхозпредприятий, которые работают. Нам надо понимать, что оно очень связано с рынком земли и с правом собственности на землю. Поскольку у нас на сегодня фактическом моратории для иностранцев по покупке сельхоземель, в первую очередь, это будет отечественный инвестор. Последний вопрос, который волнует всех, будет ли Украина с урожаем в этом году, в очень сложном году? Несмотря на все катаклизмы, украинцы могут быть спокойны. По нашим прогнозам, производство зерновых будет более 70 миллионов тонн, при том, что внутреннее потребление составляет 22 миллиона тонн. Это больше, чем в три раза. Поэтому в масштабах государства нет угроз продовольствия и безопасности. И действительно, этого урожая будет достаточно на весь следующий год. Спасибо вам большое за разговор. Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, был сегодня у нас в гостях. А я с вами прощаюсь. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok